Время не трать даром, молод ты или стар. Учись ударом отвечать на удар. Пусть крепче булатной стали станет твоя рука, чтоб зря враги уповали на мощь стального клинка. На тему боевых искусств существует масса легенд, притч, историй. И одну из них я вам сейчас расскажу. Наверняка вы ее слышали, но я дам несколько иную ей трактовку и в иных каких-то коннотациях расставлю акценты. О чем эта история? Во-первых, что это за история? Когда-то давно я впервые прочитал ее в книге Долина и Попова «Кемпа. Традиции воинских искусств» или «Боевых искусств». Я точно не помню. Поэтому и притчу саму я тоже буду цитировать чисто по памяти. Почему я решил о ней рассказать? Дело в том, что часто такие притчи трактуются адептами боевых искусств в силу не только своего понимания, а в силу желания дать определенную трактовку и что-то подчеркнуть. Но основные и самые важные моменты зачастую упускаются из вида. То есть хочется подчеркнуть одно и теряется из вида самое важное. Ну так вот, что же это за история? А история это об одном балбесе в боевых искусствах, который был настолько балбес, что ни его учитель, ни его коллеги по цеху, то есть те, с кем он занимался, не считали его хоть сколько-нибудь значимым мастером, считали его просто полным остолопом. И поэтому с ним никто не хотел заниматься. Ни учитель, ни друзья, в кавычках, ни, собственно говоря, все те, с кем он занимался в одном додзё, вообще присутствовал. И поэтому они ему говорили, слушай, дружба, иди колоти макевару, вот давай, вот. Это значит... Эй, неужели у меня способности к боевым искусствам? Никаких. Апа! Вы дерьмо, меня держите! Я просто ничтожество, верно? Если не верите в меня, зачем тогда жить? Кинчи-сан! Ты талантлив только в усложнении себе жизни. Ну, любой может сомневаться в своих способностях. Когда это накатывает, просто мочи макевару. Когда испуган, просто мочи макевару. Если что-то не так, просто мочи макевару. Если потерял веру в себя, мочи макевару. Когда тут все хорошо получаться будет, вот тогда ты достигнешь нового уровня, новые самступени. И, собственно говоря, тогда и мы будем заниматься сам с тобой дальше. Техника, там, 5-10, секреты школы и так далее. И вот он шел и колотил макевару, колотил макевару. То есть, он целыми днями занимался только тем, что бил макевару. Понимаете? Все. В этом была вся его подготовка. То есть, это каратека был, который больше ничего не умел делать, как только бить макевару. Не знаю, насколько хороша была методика подготовки его, но, по всей видимости, она не прошла даром. Почему? Потому что дальше история развивалась следующим образом. В эту деревню, а раньше там одни деревни были, то есть, городов было мало, там все деревни, они сплошные. В одной деревне один мастер, в другой деревне другой мастер. Один в одной деревне никого не трогает, сам большой мастер. В другой в другой деревне никого не трогает, такой же большой мастер. И так же развивались школы. В одной деревне одна школа, в другой другая. И вот однажды прошел слух, что в эту деревню едет из соседней деревни, или из какой-то еще более дальней, другой какой-то великий боец, который всех уже побил в округе, всех мастеров. И вот настала очередь, и он приедет сюда и вызовет на поединок самого главного мастера вот этой школы. Все, но мастер этой школы, видимо, не отличался большим таким талантом или храбростью, и поэтому испугался, испугался. Сегодня ночью закончим. Я приведу племянников, свидетелей. Тогда ты, племянник, не выспитесь понапрасну. Я не приду. Твой учитель трус. И вот они стали думать с учениками, что же делать, собственно говоря. Они говорят, ты слушай, нам надо выставить учеников. Но ученики тоже такие заменжевались, потому что яблоня, как говорится, ну тот яблони. И они тоже были точно такие же, как их учитель. И говорят, давай вот этого выставим, который макивар уколотит. Он же дурачок. Вот давай его. И все. Он тоже чемпион. Ну, побьет и побьет. В конце концов, он уже соседних всех-то побил. Вот. Поэтому ничего страшного, если побьет и, как говорится, нашего. Ну, да, действительно, мы признаем, что школа этого мастера классная. Он там, типа, лучший. А мы, ну, вторые там, условно говоря. Ничего зазорного в этом нет. Не всем же первыми быть. Ну, все, зато все целы будем. Ну, и замечательно. И вот приезжает этот великий боец, который всех одним махом побивахом в округе и вызывает на поединок этого мастера. Ну, они выставляют ученика. Это было можно. В конце концов, считалось, что это нормально. Выдали его за одного из лучших учеников. Все, конечно, если честно, ждали, что поединок закончится очень быстро. Так все и произошло. Поединок закончился, не успев начаться. Чпок, пара ударов, тройка, все. И когда вот этого чемпиона, мастера выносили вперед ногами, ну, это шутка, конечно, он был жив, да, но сильно-сильно побит, даже покалечен, то тот шептал или бубнил там что-то в таком бреду. Ну, что ж такое, как можно драться с этим человеком? Бьешь его ногой, он как будто отрубает ногу. Бьешь его рукой, он как будто отрубает руку. Когда дал по голове, как молотом ударил. Все. И вот, собственно говоря, какая суть? Обычно все выводят из этого одно. Я, кстати, как человек, который разработал лучшую в мире макевару, макевару Камертон Шилова и маленькую копию макевару МБШ, которая тоже очень популярна и которая есть на всех материках и континентах, она везде, даже в Антарктиде есть. И во всех странах мира тоже. Обязательно приобретайте, кстати, ее. Тогда будет все супер-пупер, у вас будут железные конечности, железные руки. Так вот, я, конечно, как человек, который много лет посвятил работе на макеваре, больше 25 лет и который разработал одну из самых лучших в мире макевар, а многими мастерами она признана самой лучшей, я, конечно, тоже радую за такую самки трактовку, что если макеварой заниматься, макевар это сердце каратэ, будут железные конечности, железные руки, железные ноги, и это дает огромные преимущества, действительно дает. Но давайте посмотрим на эту притчу с другой стороны. Что в ней не так? Или вернее, что в ней так, но что обычно не замечают? Смотрите, ученик, пускай, набил себе на макеваре железные руки, железные ноги. Они стали чугунные, они стали как молотые, действительно, и удар ими, ну это был просто все. Смерть, если попадешь, да, все. Но он не мог себе набить челюсть, не мог себе набить горло, не мог себе набить пах, живот, ребра и так далее. Вспомните, его же никто не тренировал. Больше того, он не обладал вообще никакой совершенно техникой. Совсем с ним же никто заниматься не хотел. У него не было работы ни в паре, ни с учителем, ни с коллегами по цеху, ни с кем. Он не занимался вообще. То есть он просто стал крепкий парень, у которого были хорошо набиты руки и ноги. Понимаете, да? Все. А тот мастер приезжий, он был великий мастер, да, большой, который побил всех вообще в округе. Его боялись учитель этого дурачка, да, ну дурачка мы его так называем, да, потому что в этой притче все так, ну ты подается, он как Иван Дурак выступает в ней. Ученики тоже со мной боялись. Боялись все. То есть этот человек был с хорошей техникой, то есть это был мастер, эксперт. И в принципе, когда у них начался бой, то как должно было все это произойти? Этот мастер должен был ударить этого дурачка куда-то, в живот, в голову или еще, и не дать ударить себя. То есть он не должен был попасть под удар, потому что он был великий боец, и должен был, наоборот, нанести первый сокрушительный удар или массу, серию там ударов по этому человеку, который не обладал никакой техникой, соответственно, не мог нормально защититься. Никак. Понимаете? Вот в чем вся суть. И в этом-то весь и парадокс. Почему же этого не произошло? А не произошло это по одной простой причине. Притча-то это на самом деле, она базируется на древних историях и на легендах. То есть это такая, как бы, народный фольклор из области каратэ. То есть, скорее всего, так и было. Или как-то так. Наверное, похоже на это. Но о чем это говорит? А это говорит о том, что когда сейчас, в настоящее время, ортодоксы от каратэ, любители традиционных стилей и истории, говорят о том, что раньше были какие-то великие мастера, которые обладали какими-то сумасшедшими техниками, они могли там вообще такое творить, что не снилось вообще современным тэтмастерам никак. И нам бы быть хотя бы похожими на тех архатов, на тех патриархов в стиле, которые все это дело создавали. Вот, сохранить бы эти сумки традиции, быть такими, как они, это самое лучшее, что может быть. Так посмотрите, они-то были бестолковыми. Оказывается, и в те времена все было просто. И просто до парадокса, вообще до примитива просто. То есть просто крепкий парень бил любого мастера. То есть мастером в то время был вообще просто любой крепкий боец. И по всей видимости, этот заезжий мастер тоже был просто крепким парнем, который просто побил таких же других, которые были менее крепкими. Вот и все мастерство на этом и заканчивалось. Не было никакой супершколы боя, никакой элитной техники, никаких методик подготовки. Кто крепче, тот и лучше. И, соответственно, этот парень, который долбил Макевару, дурачок этот, и который действительно стал крепким, сильным, а может он от природы сильным и большим был, да еще и набил себе конечности железные, он, конечно, того просто перебил. Они зарубились в обмен, тот нанес пару ударов или тройку, а может даже 10 ударов попал, потому что у него техника была лучше. Вот, да? А у А... Но она, видимо, тоже была никакая. И этот ему попал пару-тройку раз, но так как у него колыбаха была мощней, он его просто перебил. Вот и все. На этом все и закончилось. То есть никакого мастерства в поединках того времени не было. Почему я еще делаю такой вывод? Я вообще эту тему проанализировал по многим источникам. Я не залезал в какие-то древние там, какие-то каноны, трактаты, потому что вся эта писанина, это все легенды, понимаете, они ничем не подтверждаются. У нас тоже были Пересветы, Святогоры, Ильи Муромцы и так далее. Но все, что про них написано, оно обросло легендами, какими-то преувеличениями, гротесками и так далее. И поэтому относиться к этому как к какому-то источнику реальных событий невозможно. Какие-то что-то проводить, какие-то параллели можно. То есть можно, например, думать о том, что да, богатыри были действительно сильные некоторые, условно говоря. Но достоверно об этом ничего судить нельзя. Но есть источники, которые позволяют реально и достоверно судить о том, какие были мастера, которыми все восхищались. Я нашел хронику, вернее, я ее даже не искал, а мне кто-то прислал в мое сообщество на Фейсбуке в боевые искусства. Значит, хроника. Два старых мастера УШУ, ну старых имеется в виду, они не совсем старые, а такие авторитетные два мастера УШУ, сошлись в поединке. Причем этот поединок долго готовили по всей самевидимости. И сошлись они на ринге. То есть, прямо реальный ринг, но дрались они по правилам, по каким-то по своим. То есть, это были два мастера, которые должны были подраться у одного стиль, там, условно говоря, дракона, у кого-то там журавля. Это не важно. Это совершенно не важно, что это за стиль. Я думаю, что если вы на Ютубе просто наберете поединок двух мастеров УШУ, или реальный поединок двух мастеров УШУ, то вы на этот ролик быстро налетите. Так вот, выходят два теммастера, начинают делать какие-то формы, похожие на тайдзы, или на что-то еще. Один делает, самый другой похожий на рам, сам, емуай, перед тайским боксом, как это делается. И потом они сходятся в поединке. Начинают друг вокруг друга выкруживать, делать какие-то красивые формы руками, пятое-десятое. Потом подбегают друг к другу, и начинается маханина, такая, которую можно увидеть около любого пивного ларька. Можно было раньше, вот в 80-е годы, условно говоря. Вот я жил в доме хрущевки, у меня был балкон, а через дорогу был пивной ларек. Вот я такие поединки мастеров УШУ, таких, видел каждый день. Разницы абсолютно никакой. Они подбегают друг к другу, захватывают друг друга за, там, отворот, условно говоря, костюма ихнего, и их костюма. И начинают друг друга волтузить. Также дерутся хоккеисты. Они прихватывают, начинают бить. Если не получается двумя руками, одной рукой захватить, они колотят двумя руками, как бог на душу положит. В итоге так прошел первый раунд. Морды разбили друг другу, губы разбили, носы разбили, ничего толком не произошло. Так и второй. И чем там дело кончилось, я даже досматривать не стал. Понимаете? Вот. Это сошлись два мастера. Таких, кстати, самоподобных роликов я видел много, когда реально на улице пристали к мастеру УШУ, там тоже какому-то является легендой какого-то стиля. Все. Но ничего не показал. Понимаете? Вот разницы никакой. Что он был бы, что он мастер, что не мастер. Любой уличный драчун, который хотя бы понравился пару раз, был бы, наверное, поэффективнее в несколько раз. Понимаете? Это тоже старые записи. Поэтому они могут быть и новые. Я просто не про то хочу сказать, что какой стиль лучше или хуже. Я говорю про то, что не существует каких-то элитных, каких-то способов, методов. Не владеют вот эти мастера никакими суперметодами подготовки, какими-то, не знаю, димаками там или чем-то еще. Но это все эти легенды нужны. И они нужны прежде всего не столько мастерам, вот этим вот патриархам, хотя им они нужны. Потому что если создается какая-нибудь организация, то она требует денег. Она перерастает в то, чтобы, собственно говоря, зарабатывать. Но мастер, он проживет. Ему там авторитет нужен, нужны ученики и так далее. Но больше всего, когда растет организация, эти легенды нужны этим ученикам. Почему? Потому что чем они больше восхваляют своих патриархов, особенно тех, которые уже умерли, а не те, которые даже живы, тем они больше возвышаются сами, потому что они приобщаются к этому великому. И можно так немножко закатив-то глаза сказать так, ну, ну, вы не все понимаете, а мы вам не все можем показать, условно говоря. Но, и там вот есть легенды, там дал в лоб кислону, и он там, не знаю, у него глаза выскочили, не знаю, и через хобот вылетели. Вот такая легенда там, условно говоря, была. Нет. Это все легенды. Вот и притчи эти. Изучайте их через призму логики. Не надо возводить в абсолют то, что было давным-давно. Понимаете? Если бы мы все следовали традициям, все те, кто занимаемся боевыми искусствами, следовали традициям, и не пытались превзойти своих учителей, а наши только учителя не превосходили своих учителей, а только полностью копировали, то, представляете, если мы уйдем в ретроспективу хотя бы лет на 50, на 60 или более назад, то лучше на 100 и даже на 200, то мы придем обязательно к тому, что вот современный мастер должен быть точно таким же, каким был мастер 200 лет назад. А тот мастер, который был 200 лет назад, должен быть таким, какой был 400 лет назад, условно говоря. А он был и так далее. И так мы дойдем до австралопитеков, недвертальцев и так далее. Какие там были системы боя? Никакие. Просто будь большим, сильным, терпи боль и все в порядке. И будешь побеждать. Все. Вот такая была школа, такое было мастерство. Не было никакого. Современные мастерства, современных мастеров намного выше, в разы. Я вам скажу даже больше. Возьмем современные стили каратэ, которые стали традиционными. Вот даже на примере того же самого Шотокам. Вы посмотрите на старые фотографии Фунакоши Гичина, где он стоит в стойках или что-то делает. Это вот без слез с точки зрения современного понимания каратэ не взглянешь вообще. То есть уже ученики Гичина, уже понимаете, Накаяма, следом там Нишияма и так далее. Вот все, которые были, сын его от Яшитака Фунакоши, они уже делали по-другому, не так, как основатель стиля. А по логике вещей они должны были делать так же. Яшитака Фунакоши тот вообще новатор был. Он изобрел массу ударов, таких как Урмаваши Гери, Уширмаваши. Он разработал целую систему ката, которых до этого не существовало вообще в Шотокане и так далее. То есть он это все развил. Накаяма добавил методический подход, добавил методы в тренировке через изучение биомеханики, заложил основы этому. Вот, понимаете, новация, новация. И поэтому вот эти вот все притчи из старины, которые способствуют, вернее, должны способствовать самгит тому, чтобы восхвалять всячески то, что было тогда и возводить это в абсолют, они не работают. Да, эта притча хорошо говорит о том, что надо укреплять руки на макеваре. Макевар – это душа такая, каратэ. Это тот мост, который позволяет из прошлого, из традиций кинуть вот эту доску, вот эту доску макевару, мостик в настоящее, дабы не потерять истоки за горизонтом, сзади, чтобы сохранить какие-то традиции. Кроме того, современные макевары, такая, как макевары, камертон и МБШ, это уже снаряды совсем не те, что были тогда. Это не просто доска или собственно соломы, намотанный на дерево. Это снаряд, который позволяет вообще работать совершенно по-другому, но об этом отдельная тема. Заходите на канал макевара.ру на сайт макевара.ру или на мой канал на ютубе Макевара. Прямо так и набирайте Макевара или Михаил Шилов Макевар. Вы найдете канал тут очень быстро, без проблем. Там очень много видео по макеваре или плейлист на этом канале посмотрите, который тоже Макевара называется. Там еще больше видео. Вы поймете, что современные макевары позволяют достигать результатов просто фантастических в плане набивки и постановки удара. За довольно короткий срок. Поэтому да, эта притча говорит о том, что руки и ноги надо готовить. При всех прочих равных условиях это дает большие преимущества. Но, конечно, эти преимущества не заменят техники, не заменят мастерства, не заменят опыта, не заменят методики подготовки спарринга и так далее. И еще раз повторю, не было в старину никаких великих бойцов и никаких великих техник. Вернее, они были великими в те времена. В современном и в наше время мастера круче, лучше и величественней. Занимайтесь каратэ, занимайтесь ЭБМА, занимайтесь боксом. Сейчас боевые искусства, вернее, никогда боевые искусства не были такими развитыми и сильными, как сейчас. А в будущем они станут еще круче. Ищите себя не в прошлом, не в прошлом, а в будущем. Здесь вы закладываете основы своего будущего. Занимайтесь тем, чем надо заниматься сейчас, набьем. Оставьте старье в прошлом, оно пропахло нафталином. Сохраните дух, а технику не стоит. Всем пока. Удачи! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин